Татьяна Середенко лишена полномочий депутата городского собрания Сочи. Об этом стало известно сегодня на очередной сессии. Утром жителям фабрициуса пришлось принимать нежданных гостей. В жилых гаражах прошли проверки. О них мэру Сочи отчитался глава района. Я не сотрудник, но выдать документы могу. Так решил 40-летний сочинец и решил заработать. Немного, немало более 6 миллионов рублей. В Сочи проходит операция «Внимание, дети!». Как школьники выучили правила, проверили инспекторы и завуч-гимназии. Власти Кубани открыты для диалога с населением. Такую оценку работе краевых чиновников дал председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым и провел выездное заседание Совета в Краснодаре. В чем преуспел регион и над чем еще предстоит поработать, расскажут наши краснодарские коллеги. В таком составе они собираются, пожалуй, впервые. Краевые власти, члены Совета по развитию гражданского общества при президенте и при губернаторе, правоохранительные органы, общественники и жители региона. А повод более чем весомый. Три дня в Краснодарском крае работала комиссия президентского совета. Открывая заседание, глава региона Вениамин Кондратьев отмечает сразу – край готов к открытому диалогу с общественностью. Сегодня власть должна и мы все вместе достигать такого консенсуса, который будет способствовать разрешению конфликтной ситуации, а не заведению еще в больший тупик. И сегодня завести ситуацию в тупик очень легко. И особенно те горлопаны, которые подхватывают любую тему и сами в ней не разбираясь, пытаются о чем-то орать. Не говорить, а орать. Вот это неправильный подход. Или сами даже не понимая, или вы не положите, сделай мне, а вот все остальные неинтересны. Это тоже не принимается, сразу говорю. Мы ни в коем случае не убегаем от дискуссий, от тех вопросов, которые выездное заседание будет поднимать сегодня. Мы просим, чтобы был конструктивный подход. За три дня комиссия объехала почти весь край. Они посещали реабилитационные центры, больницы, детские сады. Члены мониторинговой группы проводили приемы граждан. Сегодня каждый из них готов был дать оценку работе краевой и муниципальной власти. Как и у любого региона, есть проблемы, отмечали члены комиссии. Но у Краснодарского края есть чему поучиться. На Кубани сохраняются фельдшерско-акушерские пункты на селе, открываются офисы врача общей практики, оснащение медучреждений первоклассное. Кроме того, большая работа проводится по адаптации детей с особенностями развития и поддержки молодых семей. Все очень хорошо с доступной средой. В школах, детских домах есть объекты доступности. И хочу еще отметить, очень хорошо выстроена ранняя помощь семьям. Действительно и выявление, и профилактика. И вот на федеральном уровне этого нет, но в каждом муниципальном образовании есть управление по работе с семьей. Я такого опыта не видела. Мы обменялись материалами. Все предложения мы отразим в наших рекомендациях, и этот опыт будем транслировать на другие регионы. Я вижу, что встречи общественности и главы региона, представители профильных министерств, они становятся регулярными. Звучат острые темы, и власть не отворачивается от этих вопросов. И сегодня, можно сказать, была намечена дорожная карта и по развитию институтов гражданского общества, и по разрешению самых разных проблем. Однако члены совета отметили, что во время выезда в районы жители в основном задавали вопросы о земельном законодательстве и долевом строительстве. В свою очередь, Вениамин Кондратьев подчеркнул, чтобы полностью ликвидировать проблему обманутых дольщиков. В регионе планируют принять закон о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных домов. Сегодня документ был рассмотрен депутатами ЗСК в первом чтении. Защищая права одних, мы не должны нарушать права других. Потому что, покупая дом в самострое, нет ни документа, а порой ни разрешения на строительство. А этот дом стоит в огороде. Так вот, те, которые живут вокруг этого дома, они категорично не согласны вообще ни с чем, тоже заявляют о своих правах, что почему по правилам землепользования и застройки и так далее, по всем документам, здесь не может быть девятиэтажного дома. А почему он там появился? В ручном режиме мы договорились с Михаилом Александровичем, что мы будем выходить из ситуации там, где люди купили квартиры в домах, которые без всякого разрешения построены. В ручном режиме. Там, где экспертиза подтверждает, что в них можно жить. И, возможно, сделать так, чтобы они были пригодными для жилья с точки зрения инфраструктуры. То тогда мы будем исходить из того, что люди здесь ни при чем. Обсуждение вопросов от жителей края продолжилось и после заседания, только уже в кабинете главы региона Вениамин Кондратьев и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества Михаил Федотов подвели итоги встречи. Взгляд со стороны, ваш взгляд как профессионала и человека, который на самом деле принципом жизни избрал права человека, для меня очень важен. Насколько мы сегодня соблюдаем законные интересы и права граждан. Это сегодня важно, потому что самый основной запрос сегодня общества это на справедливость и объективность со стороны власти. И если мы не будем отвлекаться на этот запрос, то сегодня мы можем очень дорого, а может быть завтра уж точно заплатить за это. Главное впечатление, которое вот я лично для себя вынес, в край изменилась общая атмосфера. Край стал более открытым. И вот мы работали вместе с главным муниципальных образований, и все они были абсолютно открыты, они были абсолютно готовы к сотрудничеству не только с Советом, но и с жителями в решении их проблем. И отдельные проблемы мы просто решали мгновенно. Мы не контрольный орган, мы правозащитная структура. Наша задача, вы говорите о правовом поле, я согласен, но я делаю упор в словах права человека, я делаю упор на слове человека. Выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в Краснодарском крае проводится второй раз. Как отметил Михаил Федотов, на Кубани власть готова к конструктивному диалогу и открыто для населения. Елена Касабова, Алексей Комаров и Дмитрий Ланин, Кубань-24, Краснодар. Об инвестиционном потенциале Кубани сегодня говорят в Москве. В Торгово-промышленной палате страны прошла презентация Краснодарского края. Узнать, чем богат регион, собрались более сотни иностранных и российских бизнесменов, послы нескольких государств, депутаты Госдумы и представители органов исполнительной власти. Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал об активно развивающихся отраслях экономики края. При этом отметив, что это не только сельское хозяйство и туризм, но и промышленный кластер. Мы выстроили четкую систему работы для улучшения делового климата, создаем комфортные, понятные и равные условия для всех инвесторов. Это сегодня приоритет, потому что, еще раз подчеркиваю, и не только инвестор, который приходит нам из-за пределов края, из-за рубежа, и внутренний наш инвестор, региональный инвестор тоже должен чувствовать себя комфортно. Уверен, те, кто сегодня все-таки, коллеги, примут решение, я имею в виду, в первую очередь, об иностранных инвесторах, войти со своими инвестициями в Краснодарский край, они получат, в первую очередь, стратегическое преимущество на нашем внутреннем рынке страны и края по отношению к тем, кто все-таки продолжит думать над тем, все-таки заходить с инвестициями в Россию, в Краснодарский край или подождать. Я приглашаю вас, как партнеров, на самом деле, прийти в Краснодарский край и вместе с нами совершить этот рывок, рывок в будущее. Но еще раз подчеркиваю, этот рывок закладывается сегодня. В свою очередь, руководитель Торгово-промышленной палаты России акцентировал внимание, что опыт Краснодарского края сегодня успешно перенимают в других регионах. Несмотря на то, что мы действительно все знаем, что такое и кто такой Краснодарский край, когда каждый раз мы узнаем что-то новое, о том, что там сделано, о том, что там предполагается. По многим позициям Краснодарский край является законодателем мод. Законодательный мод в промышленности, в туризме, в туристическом кластере, в зонах отдыха, в виноделии теперь, в сельском хозяйстве. Много можно чего перечислять. То, что начиналось в Краснодарском крае, предпринимателями Краснодарского края, с участием, естественно, администрации, команды, которые сегодня работают. В завершении официальной части презентации между Торгово-промышленной палатой страны и Краснодарским краем было заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Подписи в документе поставили Сергей Катырин и Вениамин Кондратьев. Собственником трассы «Формула-1» в Сочи станет автономная некоммерческая организация «Росгонки». Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец. По его словам, «Сочи-автодром» передадут автономной некоммерческой организации «Росгонки», которую создали специально для проведения российского этапа «Формулы-1». Это позволит сэкономить значительные средства, которые раньше направлялись на проведение королевских гонок, как сказал Швец. Заместитель главы региона уточнил, что и после передачи трассы российский этап соревнований будет проводиться в Сочи. «Росгонки» зарегистрировали в России в 2017 году. В состав учредителей вошли текущий держатель прав на проведение Гран-при России и компания-владелец «Сочи-автодрома» «Центр Омега» и «Банк ВТБ» – титульный спонсор Гран-при. Среди учредителей присутствует также Российская автомобильная федерация как общественная организация, отвечающая за развитие автоспорта в стране. Планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширится за счет компаний-спонсоров российского этапа и «Сочи-автодрома», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Передачу трассы «Формула-1» в Сочи предложили освободить от НДС. Напомню, королевские гонки в Сочи состоятся с 28 по 30 сентября. Татьяна Середенко лишена полномочий депутата городского собрания Сочи. Об этом стало известно сегодня на очередной сессии. Татьяна Середенко представила недостоверные данные о своем финансовом состоянии. После судов и проверок прокуратуры в повестку дня очередной сессии городского собрания Сочи был включен вопрос о досрочном прекращении ее полномочий. За лишение Середенко депутатского мандата проголосовали 34 из 37 депутатов. Кроме того, сегодня на сессии были рассмотрены поправки в бюджет курорта. Он увеличится почти на 34,5 миллиона. Эти деньги выделяет край на благоустройство Сочи в связи с проведением футбольного чемпионата. А за счет перераспределения средств городской казны дополнительное финансирование получат инфекционка в Дагомесе. Это 8 миллионов рублей. Те средства, которые были перераспределены между отраслями и на лотостроительство, мы добавляем 28 миллионов рублей. Это было сказано, это три наших детских садика и одна школа. Для того, чтобы завершить готовность к проектной документации и уже приступить по некоторым объектам строительства в этом году. Это очень важный вопрос. Дополнительные соцобъекты могут появиться и за счет возвращения муниципальной собственности с 5 гектаров земли в Адлере. Это оставшийся после строительства к Мундиалю футбольных полей участок. Кроме того, депутаты проголосовали за введение единой госсистемы соцобслуживания. В общие реестры будут внесены все 18 категорий льготников, получающих городские пособия. Также сегодня стало известно, что ТОС «Завокзальный» в связи с большим количеством жителей поделили на два округа. Появился новый ТОС «Солнечный». В Хостинском районе наибольшее число голосов отдано за проект «Сквер на Мацесте». Таковы итоги народного голосования в рамках проекта «Комфортная городская среда», которая состоялась параллельно с президентскими выборами. О том, какие работы начались на Мацесте и как идет проверка гаражных кооперативов, доложил мэру Сочи глава Хостинского района. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. В Хостинском районе было открыто сразу два новых сквера в микрорайоне Фабрициуса и на Бытхе. Но на этом работа по благоустройству городской среды не завершилась. Новое место отдыха получат и жители Мацесты. Хостинцы во время голосования решили, что именно там не хватает прогулочной зоны. Этот район в целом преображается. Например, сейчас вдоль аллеи Челтенхема на месте строительной базы работает техника. Планируется здесь разместить либо парковку для автотранспорта, либо ярмарку. Это тоже решат сами жители совместно с ТОСами. А пока идут работы по очистке заброшенной территории. Лея Челтенхема на гостевым маршрутом является. И поэтому в неприглядном состоянии находилась данная территория. Здесь был забор, который уже не отвечал структурному облику. И все остальное там как бы было в запущенном состоянии. Значит, за счет привлеченных организаций, строительных организаций, также администрация Союзского района очищает данную территорию и приводит в соответствие к ее санитарному порядку. А предприниматели на Мацесте решили не дожидаться 31 марта, когда состоится общегородской субботник. Все разом вышли накануне, отмыли витрины своих магазинов, навели порядок вокруг торговых объектов. Чистота их объектов снаружи – это прежде всего преимущество их собственного бизнеса и привлечения людей. Ни один человек не зайдет в магазин, который абсолютно грязный и имеет непристойный вид. Но если здесь порядок в силах навести самим сочинцам, то в микрорайоне Фабрициуса в гаражном массиве разобраться может только межведомственная комиссия. Сегодня утром целый десант полицейских инспектировал каждое помещение двух гаражных кооперативов. Такую задачу поставил глава города. И садоводческие товарищества сдают в аренду неизвестным людям, значит, в своей даче там проживают люди. Мы знаем и о том, что в гаражных кооперативах сегодня не все нормально, потому что гаражи сдаются под жилье и там живут непонятные люди. Этому подтверждение недавний выявленный факт проживания на даче в Адлерском районе. И человек, который занимался изготовлением оружия, готовился к каким-то мероприятиям, и он не был известен. Вот как работа в Хостинском районе ведется? Работа эта будет завершена в течение ближайшего месяца, как вы поручили. Те гаражно-строительные кооперативы, а их у нас 47, они уже все пройдены вдоль и поперек. Но ситуация осложняется тем, что часть гаражей закрыта, часть людей отсутствует. У нас адреса есть по каждому боксу, по каждому гаражу, где в начале года... Ну, задача понятна. Нужно дойти до каждого гаража, до каждого понять, открыть их, во-первых. Это и полиция, и прокуратура об этом знает, и ФСБ, что нужно это сделать. Открыть, увидеть, убедиться, что там ничего не происходит. А если мы видим гаражи, которые не открываются, значит, там что-то происходит. Поэтому принять эти меры. Ну, и последствия нужно разобраться по каждому, кто там находится, и принять решение. В гаражах должны стоять автомобили. Это должно быть исключение, а не норма, когда в гаражах и дачах проживают люди, тем более не зарегистрированные, тем более, как выясняется, часто еще и мигранты незаконные. То есть это задача номер один. Это задача безопасности. Вопрос достаточно серьезный, и большинство гаражан понимают необходимость таких рейдов. Двери открывают, документы показывают. Во исполнении решения антитеррористической комиссии в городе Сочи администрация Хостинского района совместно с отделом полиции, районным казачьим обществом, отделом надзорной деятельности проводит обследование гаражных кооперативов на территории Хостинского района на предмет выявления лиц, незаконно пребывающих на территории Хостинского района. Недовольные тоже встречаются. Вот этого водителя такси разбудили в единственный выходной. А документы не при себе, а в машине. Документы спрашивают один выходной. Ну, что отдыхал один выходной, Бургенович. Сейчас мне надо идти в машину сразу. Но если у этого жителя с документами все в порядке, у других выявлены нарушения миграционного законодательства. Только здесь на фабрии СОСа 250 боксов, половина из которых сдается как жилье. Ряд нарушений выявлено, в том числе по тем вопросам, которые я выше обозначил. Уже будем проверять дальнейшее, доставлять в отдел полиции и принимать меры в соответствии с законодательством. Незаконной миграцией объявлена настоящая война. Достучаться до каждого жителя таких строений придется. 70% всех правонарушений на курорте совершаются приезжими. Тем не менее, Сочи признан одним из самых безопасных городов страны. Выданы сегодня предписания и предпринимателям, которые разместили свои торговые объекты в гаражах или в пристройках к ним. Это тоже нарушение. Сначала они заплатят штрафы, а если продолжат работать в таких условиях, передадут дела в суд. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность религиозной экстремистской ячейки. Ее участников задержали в марте в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что один из участников религиозной экстремистской ячейки через интернет поддерживал связь с членами Международной террористической организации ИГИЛ. В его планах было покинуть страну и выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию. Для этого он получил необходимые инструкции по переправке. В результате проведенных оперативных мероприятий по адресу проживания преступников обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 33 и части 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ. Я не сотрудник, но выдать документы могу. Так решил 40-летний сочинец и решил подзаработать ни много ни мало более 6 миллионов рублей. Подозреваемый, не являясь сотрудником водоканала, предложил представителю местной компании-застройщика выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. Стоимость услуг мужчина оценил в 6 миллионов 300 тысяч рублей. За передачу денег наблюдали правоохранители. В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и ФСБ России по городу Сочи он был задержан. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина сейчас находится под домашним арестом. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Я бы хотел обратиться к потребителям, которые сегодня собираются вновь подключиться к нашим сетям или подключить реконструированные объекты. Не надо обращаться к различного рода посредникам. Это, как правило, мошенники. И схемы, которые предлагают вам в этом случае, это не совсем законные схемы, которые мы потом отслеживаем. В Сочинской таможне пресечен незаконный ввоз контрафактных платьев «Шанель». Их обнаружили у пассажирки, прибывшие авиарейсом из Стамбула. Получив багаж, она проследовала через зеленый коридор. При проведении таможенного контроля багажа в нем было установлено наличие большого количества однородных предметов. Досмотрев чемодан, таможенники обнаружили в нем целый ассортимент новых женских вещей – платьев и блузок. Общий вес одежды составил более 13 килограммов. Как заявила пассажирка, жительница Краснодарского края, вещи она приобрела в Стамбуле, где была на отдыхе, и везла их в подарок для своей семьи. Наличие множества одинаковых предметов женской одежды, составляющих один размерный ряд, пассажирка объяснить не смогла. Судя по количеству и характеру товара, он предназначался не для личного пользования, поэтому подлежал обязательному таможенному декларированию. Платья с товарным знаком «Шанель» были отправлены на экспертизу и признаны контрафактными. Сумма предотвращенного материального ущерба составила более 582 тысяч рублей. В сочинской таможне возбуждено два дела об административных правонарушениях. В Сочи проходит операция «Внимание, дети!» – цель профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Во всех школах проходят занятия по правилам дорожного движения, но, как показал проведенный возле гимназии номер 8 рейд, знать и соблюдать правила – это разные вещи. В этом наглядно смогли убедиться сотрудники полиции вместе с завучем гимназии. С малолетними нарушителями провели беседы. Напомнили, что в 2016 году на этом же месте попала под колеса 16-летняя девочка. И если для детей до 16-ти лет сотрудники полиции ограничились предупреждением, то на старшеклассников уже будут составляться административные протоколы. Также они приглашаются вместе с родителями на комиссию по делам несовершеннолетних. Эту же информацию педагоги озвучат на родительских собраниях. Профилактическая работа продолжается и среди водителей. Им сотрудники полиции вручили письма, подготовленные первоклассниками, а пешеходам дарили светоотражающие элементы. С начала операции из-за нарушения правил перевозки детей и непредоставления преимущества пешеходам, полицейскими составлено более 600 административных материалов на водителей. В Сочи канатные дороги начали закрывать на профилактику. С 25 марта уже закрыты канатные дороги Дриада и Волчья скала. С 26 марта остановлена стрела на курорте Роза Хутор. Профилактика основных канатных дорог курорта запланирована на 23-26 апреля. К этому времени в прогулочном режиме снова заработает канатка стрела, ведущая из Розы долины на высоту 1600 метров. На Газпроме 2 апреля закроют канатную дорогу А3. Подняться на склон Лаура можно будет только с нижней станции. Последний день вечернего катания назначен на 31 марта. После этого будут работать только днем и по погоде. О закрытии здесь сезона станет известно за два дня. Альпика в апреле планирует открывать склон чуть ли не каждый день. Как сообщает ЮГАРУ, горнолыжный сезон в Сочи продлится до 22 апреля. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.